Так пишется история. Театр юного зрителя, можно сказать, переродился, а вернее обновилось его здание. Новые дизайнерские решения можно увидеть, уже переступив порог Тюза. Это шахматное размещение плитки в холле и большое количество зеркал – мотив известной книги «Алиса в зазеркалье». Каждый участок холла создан, как в сказке, куда и уводят артисты своих юных зрителей. Вот только на этот раз погружение начинается сразу за дверью. Волнительных очень много возможностей. Просто можно сказать, что на этот год это одно из самых лучших оборудований сегодня, которое используется многими площадками современными, театральными. Плюс это дополнительная возможность работы с экраном, который просто зашкаливает. И все возможности звукового оборудования. А вот и тот самый зрительный зал, о котором так воодушевленно говорил директор Тюза. После ремонта зал может принять 300 человек, вместо предыдущих 250. Объемный звук, новые декорации, подиум, обновления коснулись всего. А большой экран посередине позволяет полностью погрузиться в происходящее. Эта большая плазма выдает картинку в качестве Full HD. Также впервые здесь появился французский звук. Очень рад сегодня здесь находиться, и что у нас Государственный театр юного зрителя Республики Ингушетия приведен. Ну, я скажу невеликолепие, но я вам искренне говорю это. Он хороший у нас, он стал еще лучше, но мы должны сделать его великолепным. Придет такое время. Понимаете? Потому что даже хорошее вот было поставлено на сценке, и я просто представил, насколько творческие люди у нас. Настолько я вот всем, которые на сцене были, которые... Я вам искренне благодарен. Настолько все это впечатляет. И приятно, что у нас настолько духовно творческие люди. Даже каждая фраза, каждый жест, это видно, что они настоящие артисты. Сегодня хочется сказать, что в нашей жизни много изменений мы стараемся сделать. Именно в культурно-духовном плане. То есть я убежден, что у нас будет в ближайшие 2-3 года филармония. У нас есть и проект, уже есть на это намерение и поддержка президента. Мы создадим условия и русскому театру, и нашему национальному, и библиотека республиканская. Это я вам говорю то, что при встрече с президентом поручение дано правительству. Я хотел бы просто искренне сказать вам, чтобы вы здесь чувствовали себя прекрасно. Я увидел прекрасное помещение. Увидел одну сцену, вообще, это, конечно, экран. Вот уже директор сказал, что я думаю, что здесь уютно будет работать. Но я вам скажу, я так рад, что у вас такое здание. Я так рад, искренне вам говорю, что у вас будет возможность донести свое видение. Я думаю, новые будут сценарии, новые спектакли, новые проекты у вас будут. И в действительности, как сказали три тысячи лет назад, театр был, есть и будет всегда. И актеры будут, и новые постановки будут. Я хочу только сказать, что я лично и правительство будем поддерживать вас во всех ваших добрых начинаниях. И обязательно, по возможности, буду приходить на спектакли. На новой сцене и играется по-новому, признаются артисты. Они работали здесь до ремонта, так что есть с чем сравнить. Вы представить себе не можете, материальное, внешнее состояние театра – это огромный плюс для нас. Потому что, когда приходишь, это работа, все равно театр, работа. Это наш второй дом. И когда наш дом уютный, и мы можем сюда пригласить зрителя в красивое, уютное здание, это для нас огромное значение имеет большое. И самим тоже находиться в этом театре тоже очень приятно. Изначально я уже успел поработать в старом здании, где-то около полгода прошло. И вот именно поэтому чувствуется этот контраст. Мы полгода репетировали и работали в старом здании. Потом здание старого Минкульта. И тут уже возвращаемся сюда, и здесь все абсолютно новое. Все уже непривычное, так сказать. Но непривычное в хорошем смысле этого слова. В Тюзе провели не просто ремонт. Его реконструировали и к нему пристроили еще один дополнительный корпус. Здесь теперь места хватит на всех. Так появились дополнительные кабинеты, гримерные и костюмерные. Есть места хранения для кукол и костюмов. Старые вешалки для одежды и полки для реквизита теперь позади. Также обновился и кабинет пошива. Несколько швейных машин осталось только установить, и швеи примутся за дело. У нас прямая строчка. Вот эти две машинки. Тут оверлок, тут подшивочная, тут плоскошевка, а это петельная машинка. Теперь нам намного легче будет шить, работать, свою работу делать. А то приходилось задерживаться, пока одна оттуда не стоит, другая ждала эту прямую строчку, чтобы освободилась. А сейчас у нас нам все условия сделали. Мы очень довольны и благодарны. Театр юного зрителя обновился в рамках нацпроекта «Культура». Строительные работы длились почти два года. Уделили внимание и прилегающие территории. Поставили скамейки, высадили саженцы, изменили внешний облик здания. Особенно красиво фасад выглядит в вечернее время. Муслим Ганиев, Магомед Дедигов, Новости 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова